Добрый день, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня у нас представлен к обзору караван Swift Sprite Alpine 2. Это караван 2016 года выпуска. Его стоимость 1 миллион 232 тысячи рублей. Находится он у нас на площадке по адресу Псков Николая Васильева 82А. Караван полноценно с двухместным размещением, плюс одно место, выезжающее из-под тумбочки. То есть это два взрослых, плюс один ребенок абсолютно свободно. Караван у нас в данном случае с раздельным санузлом. Используется установка Трумана 4 киловатта, комбинированный отопитель, работающий от электричества 220 вольт, так и от газа соответственно. Сегодня по просьбам и большим количеством звонков мы покажем, как пользоваться водой в караване с такой. Системой водоснабжения. И покажем давление в душе, которое должно быть. Опять же возник вопрос сегодня у одного из наших клиентов. Это просто струйка или этого будет достаточно для того, чтобы помыться. Ну и начнем отвечать на все интересующие вопросы. Опять познакомительный познавательный обзор у нас получится. Сцепная головка Алка с боковым компенсатором, с тормозом накатного типа и опорным колесом. В караване используется 13-ти пиновая вилочка. Она дает нам следующую возможность. То есть помимо работы 7 пинов у данной розетки задействовано на габариты, стопы и повороты. При правильном подключении данной розетки на автомобиль еще может работать задний ход. Остальные пины работают на то, чтобы в пути, при работе транспортного средства вашего, заряжался аккумулятор, который установлен в караване. Работал холодильник от 12 вольт соответственно. Так, ну и перейдем все по традиции. Багажничек. Вот такой вот. Он полностью обитый металлом. Запасное колесо. Место под два газовых баллона у нас. Здесь встроенный редуктор Трума. В данном случае сейчас стоит свой штатный газовый баллон. При вот таком расположении баллонов и установке редуктора не рекомендуется ставить очень большие баллоны. Рекомендуется максимум 2 18 литровых композитки плюс замена шланга. Этот баллон далее превратится просто в мусорное ведро красиво. Потому что в России его не заправить. Это самый популярный вопрос, что делать с этими баллонами. В данном случае у нас есть закладная для палатки с двух сторон. Вот это кантики. Это не вмятины. Это именно для заводки шнура палатки используется. Вот этот вот специальный расширитель. Ну и вот он еще есть. То есть с какой стороны это? Если это шатер какой-то, его удобно заводить снизу. Если это навес типа паркизы, вот эти расширители. Они ставятся выше. Далее по правой стороне мы видим слив серых вод. Существуют канистры тонкие, плоские, которые ставятся под караван. Сюда наш дюймовый гофрированный шланг надевается и отводится. Далее у нас унитаз Тетфорд Т-250 поворотный. Бачок смыва здесь. Здесь используются два септика. Можно использовать Тетфорд. Можно любые магазины, предназначенные для биотуалетов. Далее у нас выхлоп. Вот здесь в этой стороне находится выхлоп холодильника. Здесь холодильник у нас Тетфорд. Газ, электричество. Работает сейчас на газуме. Все это дело проверяем. Это решетки обслуживания в данном случае. Здесь у нас находится место для подключения 220 вольт. Сюда же может быть установлен свой штатный аккумулятор. Вот таким вот образом выглядит водоснабжение снаружи. То есть вот они такие канистры есть. Эта канистра к каравану не относится. Это мы взяли со склада. Опускается насос помпа. В данном случае это заборник. Переходник Трума Ультрафлоу. И вот таким образом это выглядит снаружи. Далее у нас выхлоп. Это выхлоп котла Трума. Сейчас он у нас работает на газу. И греет воду. Это все я внутри покажу. Как должно выглядеть. Как это должно все работать. Далее непосредственно с караваном. Шины у нас замены не требуют. 185-65R14C в данном случае. Есть установочка Трума Эволюшн. Все есть. Есть блок управления. Пока пульта нет. Стоимость данного каравана у нас на сегодняшний день без учета установки мувера. Найдем пульт. Дороже каравана от этого не станет. Это то, что касается правой стороны. Фасад здания без окон. Здесь находится санузел. Также закладные есть и с левой стороны. Вот они расширители. Это специальные технические расширения. Это не вмятины. Караван в идеальнейшем абсолютно состоянии. У него идеальные ровные плоскости. Свифт по своей традиции использует цельные панели без стыковочных листов. Также литые диски. Также у нас все штатные параметры. Вес у данного каравана максимально разрешенный 900 килограмм. Ну и давайте посмотрим на эту картинку внутри. Огромные шикарные диваны. Очень большие. Они асимметричные. 2 метра с левой стороны. 1,90 метра с правой стороны. В разложенном состоянии мы получим полноценную двуспальную кровать шириной 2 метра. Модуль в данном караване 4,80 внутри. С багажником 5 метров и 6 метров с дышлом. Ну такой замечательный интерьер. Очень красивая отделка ящиков. Отделка ореха у нас используется. Уже в данном караване везде диодное освещение. Никаких галогеновых ламп. И потребитель идет на питание очень маленький. То есть повторяемся. Здесь у нас 2 метра. Здесь 1,90 метра в правой стороне. Есть ролета из-под тумбы, которая эту кровать сделает уже двуспальной. Она вытаскивается на весь периметр. И получаем 2 метра ширины. Так. Столик в верхней тумбочке может быть вот таким вот быстро съемным. И он может использоваться для быстрого перекуса в пути. Также штатный стол в комплекте. Интегрированная кухня. У нас представляет собой вот такой вот интерьерчик. Продлевается столешница для хозяйки. Ну и давайте все по очереди. Холодильник Триотфорд работающий как от электричества, так и от газа. В данном случае у нас он работает от газа. Вот мы видим горелку. Видим его степень. Индикация правильной работы холодильника находится вот здесь вот в кнопочке его общего включения. Вот здесь сейчас горит зеленый диод. Говорит о том, что у нас все замечательно. Поселили одну рыбку, даже не вынимая упаковку. Ну вот, можете заметить. Сейчас попробую показать вам вот где уже. То есть уже меньше нуля. Ну вот она даже запотела. Термометр рыбка. То есть холодильник морозит. Шикарно. Работа, повторюсь, сейчас на газу. Мы можем нажатием вот этой кнопочки изменить источник. То есть мы можем на 220 переключить. И также степень. Зеленый диодик говорит нам о том, что мы работаем от 220. При переключении на 12 вольт, поскольку у нас сейчас разъем отключен, он работать не будет. Сразу видим индикацию, заморгал красный огонек в основной кнопке. Полное выключение. Удерживаем вот эту черную. При включении следующим холодильник определится по последнему источнику работы. Газовая плита трехкомфорочная. С поджигом. Все работает. Одной рукой не очень удобно, но заверяю вас, комфорочки все живые, все рабочие. Над столешницей основной у нас расположена микроволновая печь, которая работает только от 220 вольт соответственно. Все наживенько. Работает 220. Тарелочка есть. Также на зонной кухне есть место для сушилки тарелок и кружек. И для всяческих аксессуаров. Газовые краны в данном случае у нас находятся вот здесь. Это на дверце есть описание на каждый потребитель. Сейчас мы запустили воду. Запускается она. Начинаем отсюда. То есть зашли мы в караван. Нажали кнопку power. Активировали water pump. Смотрим на понижающий блок. Сейчас у нас 220 понижает на 12. И вот здесь вот мы не топим сам салон. Но мы включили водичку от газа. Вот она здесь включается. Поставили мы сейчас ее на 60 градусов. И использовали источник газ. То есть вот у нас сейчас греется вода от газа. Сама установка находится под передним правым диваном. Вот она здесь. Но я думаю, что не удастся без подушек это все дело сейчас без снятия подушек показать. Сам котел находится вот здесь. Греет он караван и топит его по рукавам раздува, которые находятся по всему периметру. Но поскольку нам сейчас не нужно отопление, а нужна лишь горячая вода, мы включили его на газу. Сам саргентовский блок управления данным караваном находится вот здесь. Здесь у нас 12-ти вольтовые предохранители. Плюс автоматы на каждый потребитель 220 отдельно. Чарджер, он же зарядное устройство для собственного аккумулятора. Отопление и горячая вода. То есть 220 и автомат, отвечающий за комбинированный отопитель Трума. И все розеточки. Здесь мы видим короб аккумулятора. А вот понижающий модуль с 220 на 12. Кстати, вот мозги от мувера. Они есть. Power Revolution. Найдем пульт. Будет работать соответственно мувер. И насосная станция, установленная в караване, также находится здесь. То есть, что происходит у нас при подаче 220? При подаче 220 вот этот блок разделяет на 12 вольт работы всего каравана. То есть, если у нас есть аккумулятор, он также весь живет. Только без 220 вольт мы не можем греть воду от электричества. Не может холодильник работать от электричества 220 вольт. То есть, в автономном питании аккумулятор будет использоваться для кратковременной работы и помпы при открывании экрана. Ну, вот могу вам сказать. Вот. Это не на всю. Вот у нас горячая вода. Все. Замечательно нагрелась. Вот у нас рыбка показывает она 30. Можем на нее струйку воды пустить. Вот, смотрите, опять же принцип работы. Столько, сколько мы воды забрали при активации кнопки Water Pump. Потом сразу же установочка до забирает, но могу сказать, достаточно горячая. Все, можете посмотреть. Ушло полностью вверх. То есть, если в караване было 30 градусов, то уже за 50 ушла вода. Действительно горячая. Ну и санузел. Сразу же посмотрим, как он выглядит. Большой вещевой шкаф, предназначенный для верхней одежды. И для хранения личных вещей. Все. Есть. Штанги. Тетфорд. Поворотный унитаз с электрической помпой смыва. С кассетой. Все замечательно. Есть. И, соответственно, душевая кабина. С диодной подсветкой. С дверью на магнитике. То есть, все здесь вполне себе плотненько. То есть, никакой воды не просочится в зону самолётного. Самого санузла. Ну и, соответственно, это не комбинированный санузел. Все останется. Вся сырость останется внутри. Есть вот такая же замечательная раковина. Вот у нас горячая вода здесь. То есть, опять же, что касается водоснабжения. Горячая вода проходит через установку трума через бойлер. Холодная вода у нас идёт напрямую. То есть, откуда мы её забираем, такую мы и получаем. Ну, вот у нас крылечка. Повесим её. Направим на поддон. Ну и вот такой вот замечательный напор. То есть, это не какая-то там струйка, как выразился один из наших клиентов. Это вот полноценный прямо набор. И, соответственно, горячая вода. Воду мы можем сделать 60 градусов, 40 градусов. Можем, в принципе, закипятить. Но считаю, что это не совсем актуально. Также здесь у нас находится стол штатный. Ну, что сказать. Я думаю, что обзор, наверное, на сегодня более чем предостаточен. Караван действительно в идеальном состоянии. Все агрегаты работоспособны. И давайте подытожим. 2016 год. 1 миллион 232 тысячи. Полноценное двухместное размещение. Плюс одно место. Комбинированный отопитель. Великолепное состояние как снаружи, так и снутри. Смотрите нас в инстаграме авточоиспсков и на сайте авточоиспсков.ру. Более детальная информация, я думаю, уже для этого каравана не потребуется. Спасибо за просмотры. Ждите новых обзоров. Они будут. Было поступление. Подписывайтесь. Комментируйте, что чего не хватило в наших обзорах. Будем стараться сделать все максимально красиво. Спасибо за просмотры. До новых обзоров.